Великой Отечественной войне В станице Северска люди прошли по главной аллее парка со свечами с символом памяти. Вечная слава героям! Возле мемориала неизвестный солдат прошел траурный реквием. Жители Северска дали дань погибшим, принесли цветы и лампады. А после почти лиминутой молчания тех, кто ценой своей жизни заплатил за мир и спасение Родины. Представители администрации, молодежных объединений, студенты, сотрудники предприятий и неравнодушные жители поставили зажженные свечи к вечному огню. 4 утра, 22 июня, час, когда началась война. Жители поселка Ильского в это время традиционно встречаются у памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ровно 78 лет назад, в 4 часа утра, фашистская Германия вероломно нарушила факт о ненападении и перешла границу Советского Союза. Более 27 миллионов наших земляков погибло за годы Великой Отечественной войны. Вечная память тем героям, которые погибли, защищая нашу страну. Все воевали до последнего патрона, до последней капли крови. Почему так получается? Потому что мы защищали свой народ, мы защищали свою землю, мы защищали свое Отечество. Не было разделений между народами еврей, украинец, белорус, узбек. Все мы были единым кулаком. Наша страна была непобедимая. Красная армия была непобедимая. Она показала всему миру, на что способен наш советский народ. После траурного мероприятия прошла минута молчания. Руководство поселения возложило венки к памятнику. А жители – цветы и свечи к вечному огню. Патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась во всех поселениях Северского района. В поселке Фибском жители колонной пронесли зажженные лампады и свечи к вечному огню, где было организовано траурное мероприятие. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Также в этот день в станице Северска на братской могиле 28 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, состоялась и российская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». В знак безмерной благодарности за великий подвиг советских солдат и свободу нашей Родины, руководство района и поселения возложили цветы и почтили минутой молчания память защитников, павших в боях за Родину. Всех собравшихся приветствовал настоятель Свято-Никольского храма станицы Северска отец Пётр и исполняющий обязанности главы Северского района Марина Наумейко. «Мы сегодня у этого Северска, у этого захоронения наших воинов собрали, чтобы почтить эту память. И прежде всего, как христиане, мы должны вспомнить о них. И не только в этот день, но и всегда. Помнить о том, какой ценой положена была та победа». «Пока жива память, мы, как народ, едины. Поэтому мы будем помнить о подвиге героев-победителей всегда. Мы будем прославлять подвиг наших соотечественников, которые завоевали наше мирное настоящее. Вечная память героев, вечная слава ветеранам Великой Отечественной войны». Целью акции «Горсть памяти» является взятие с места захоронения советских воинов по всей нашей стране и за рубежом фрагментов земли, которые будут помещены в специальные контейнеры-солдатские кесеты. Впоследствии они будут заложены в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями установят на территории главного храма вооруженных сил России в Подмосковье. В зале районной администрации состоялось еженедельное планерное совещание. Главный вопрос встречи – работа с подрастающим поколением. Об итогах работы в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Северского района за шесть месяцев 2019 года рассказала начальник управления по молодежной политике Наталья Швецова. Основными приоритетами в этом направлении является содействие развитию инфраструктуры, доступной для молодых людей, творческое и интеллектуальное развитие, патриотическое спортивное воспитание, профилактика социальных проявлений в молодежной среде. Большой популярностью среди школьников и студентов пользуется молодежный центр «Этаж». Это открытая образовательная площадка, где молодые люди могут посещать мастер-классы, семинары, выставки, знакомиться с интересными людьми, создавать свои проекты. Положительных результатов удалось добиться в сфере патриотического воспитания молодежи. В рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы проведено 51 мероприятие с общим охватом свыше 12 тысяч человек. По итогам месячника управления по молодежной политике заняло второе место в правилом конкурсе на лучшую организацию мероприятий месячных охватом массовой и военно-патриотической работы среди органов по делам молодежи Краснодарского края. Как отметила Наталья Швецова, большое внимание в районе уделяется спортивным мероприятиям и общению молодежи в летний период. Уже не первый год в этом направлении работает форумная площадка «Мирный». Компания 2019 года уже начала свою работу в июне этого года. Также в рамках планерного совещания обсудили изменения в законодательстве о местном самоуправлении, ход выполнения работ по замене 5% сетей водопроводной канализационного хозяйства и другие вопросы. Их профессия – первые после Бога. День медицинского работника отметили в Северском районе. Профессия медика существует с незапамятных времен. Еще в древности люди пытались лечить болезни, оказывать медицинскую помощь. Нет человека, кто хотя бы раз в жизни не обращался за помощью к врачам. Вот уже несколько десятилетий праздник отмечается в нашей стране – в 3-е воскресенье июня. В этот день поздравления получают врачи, ученые, медики, медсестры, санитарки, а также все те, кто имеет отношение к спасению жизни и сохранению здоровья людей. В Уильском доме культуры для виновников торжества прошел яркий запоминающийся концерт с участием творческих коллективов поселения и церемония награждения. Зал наполнился песнями, ведь здоровье и хорошее настроение неотделимы. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. До солнца по утрам, пусть оно захотит дом. Мы желаем счастья вам, имя, но то, что быть таким. Тогда ты счастлив стал, счастье поделись другим. Сегодня трудно найти профессию ответственнее, чем профессия медика. Несмотря на все трудности и вызовы времени, медицинские работники продолжают сохранять самое ценное – здоровье и жизнь человека. Беседа с родственником. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация – вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. В мире отмечают Международный день йоги. Древняя индийская практика уже давно обрела много поклонников в разных странах. В Бельгии появилось множество йога-центров, где занятия ориентированы на разные проблемы. «Очень важно, когда можно выбрать разные стили йоги. Мы очень разные, люди не одинаковы, поэтому невозможно всем практиковать один и тот же стиль». Инструктор Эмили Голд учит упражнениям, которые помогают снять напряжение после сидячей работы. «Мне нравится обучать древним методам и делиться этими знаниями с людьми, чтобы они получили пользу». Многие приходят на йогу после долгих поисков того, что помогло бы им снять стресс. «Я пробовала разные медитации и другие способы, но я чувствовала, что мне не хватает физических тренировок». В 2017 году в Бельгии вышел закон, согласно которому работодатели должны лучше заботиться о своих работниках. С тех пор йога распространилась ещё больше. Ею занимаются теперь даже во время обеда в офисах. «Мне нравится во время перерыва практиковать йогу, и это также хорошо для моего работодателя. После занятий мы лучше относимся к себе самим, обретаем равновесие и возвращаемся за стол обновлёнными, энергичными и намного более позитивными, чем были до этого». А это уже Индия. Здесь Международный день йоги отметили массовыми занятиями. К десяткам тысяч человек присоединился и премьер-министр Нарендра Моди. Именно он предложил Организации Объединённых Наций ввести этот праздник. День йоги отмечают в мире 21 июня в пятый раз. Субтитры подогнал «Симон»!